Христиане иногда задаются вопросом, зачем нам изучать, чему учит ислам? Должно ли нас заботить то, чему учит другая религия? Существует множество причин, почему христианам важно изучать, чему учит ислам. Давайте рассмотрим пять из них. Во-первых, это цифры. Ислам является второпой величине религии в мире после христианства. Во всем мире более полутора миллиарда мусульман. Это более пятой части населения мира. И согласно многим источникам, ислам является самой быстрорастущей религией в мире. Итак, ислам велик числом, и это число растет. Когда такое большое число людей верят во что-то, то очень важно исследовать то, во что они верят. Во-вторых, ясность. Христиане не смогут ясно донести Евангелие до мусульман, не понимая, во что верят мусульмане. Потому что Коран искажает значение христианских утверждений. Например, христиане говорят, что Иисус — это Сын Божий. Но когда мы говорим, что Иисус — это Сын Божий, мусульмане думают, что мы утверждаем, что Бог вступил в половую связь с женщиной и произвел Иисуса в качестве потомства. Они верят в это, потому что Коран говорит, как может быть у него сын, если у него нет супруги? Но когда христиане называют Иисуса Сыном Божьим, мы не имеем в виду, что Бог имел половой акт и произвел потомство. Ни один христианин не верит в это. Но мусульмане думают, что это то, что мы имеем в виду, потому что именно так говорит Коран. Существует похожая проблема касательно доктрины о триединстве Бога. Согласно Корану, христиане верят в Троицу, состоящую из Бога, Иисуса и Марии. Опять же, ни один христианин никогда не верил ни во что подобное. Но есть мусульмане, которые думают, что мы верим в Троицу, состоящую из Бога, Иисуса и Марии, и все потому, что Коран искажает христианские доктрины. Поэтому, если мы не знаем, во что верят мусульмане, то мы не сможем понять, что именно они неправильно интерпретируют из того, что мы говорим, проповедуя им Евангелие. В-третьих, подготовка. Мусульмане обучены оспаривать центральные доктрины христианства. Иисус учил своих последователей многому, но когда они проповедовали Евангелие в книге Деяний, то они проповедовали, что Иисус — это Сын Божий, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. Они проповедовали Его божественность, Его смерть и Его воскресение. Это три центральных учения христианского Евангелия. Ислам отрицает все три из них, и поэтому мусульмане учатся бросать вызов христианам именно по этим вопросам. Мусульман учат атаковать христиан в самых важных вопросах. Если христиане не будут знать об исламе, то нам не будет известно и то, как мусульмане могут бросать вызов нашим убеждениям. В-четвертых, опровержение. Многие мусульмане настолько уверены в том, что ислам является истиной, что они не могут серьезно рассматривать любые альтернативы исламу. На протяжении всей жизни мусульманам говорят, что наука, математика и история подтверждают ислам. Им говорят, что Коран был чудесным образом сохранен, и что Мухаммед был величайшим человеком, когда-либо жившим на земле. Их запрограммировали быть абсолютно уверенным в своей религии. Поэтому, когда вы делитесь Евангелием с мусульманином, что может заставить его принять ваши слова? За истину о Боге. Что заставит его осознать его нужду в каком-либо ином послании, когда у него уже есть ислам? Но если вам удастся показать мусульманину, что все то, чему его учили, является неверной информацией, и что доказательства не на стороне его верования, тогда, возможно, он захочет услышать то, что вы хотите рассказать ему об Иисусе. Чрезвычайно важно донести до мусульманина факты о его религии, чтобы подорвать уверенность в исламе. Но для того, чтобы донести эти факты до мусульманина, необходимо знать эти факты. В-пятых, разъяснение. Ислам процветает в атмосфере невежества. Когда вы встречаете человека, обратившегося в ислам, вы почти всегда обнаруживаете, что это произошло потому, что этому человеку дали ложную информацию, дабы убедить его принять ислам. Многие люди становятся жертвами этой ложной информации по причине существования атмосферы невежества относительно ислама, которая позволяет мусульманским проповедникам говорить почти все, что угодно, потому что нет никого, кто был бы способен поправить их. Любимая тактика таких проповедников приспосабливает свои проповеди в соответствии с ценностями их аудитории. Если мусульманский проповедник обращается к людям, которые верят в права женщин, он говорит, вы верите в права женщин? Мухаммед был борцом за права женщин. Он был величайшим защитником женщин, которые когда-либо жил. Если мусульманский проповедник ведет диалог с тем, кто верит в науку, он говорит, Коран полон научных фактов, которые были подтверждены лишь века спустя после смерти Мухаммеда. Наука доказывает, что ислам является истиной. В той среде, где никто не знает ничего об исламе, многие люди поверят словам подобных проповедников и обратятся в ислам. Единственный способ остановить это, это к это вырасти до того уровня, когда мы, христиане, будем знать достаточно, чтобы опровергнуть эти ложные утверждения мусульман. Когда исламский проповедник говорит, Мухаммед был борцом за права женщин, мы должны быть готовы бросить ему стихи из Корана, которые будут разоблачать его ложь. Итак, ислам уже является массовой религией, и он быстро растет. Мусульмане чаще всего не понимают Евангелие, потому что Коран искажает значение христианских утверждений. Мусульмане научены критиковать центральное учение христианства. Очень важно понимать их аргументы. Многие мусульмане не готовы воспринимать Евангелие серьезно до тех пор, пока их собственным верованием не будет брошен вызов. И люди обращаются в ислам по причине существования атмосферы невежества относительно ислама. И все это причина того, почему христианам стоит прочитать пару книг и посмотреть несколько видео, дабы церковь могла эффективно отвечать на вызов, бросаемый исламом.